сегодня мы начинаем с вами главу про отцов советского программирования великих программистов было много кого-то я знал лично очень многих кстати вот и мало видел но тем менее есть люди которые определили вот развитие советской науки в нашей области и несомненно первым из них будет алексей андреевич лепунов недавно был на конференции в казани по истории в м и там показывали фильм лицо дворянского происхождения так немножко забавное название он правда был из дворя из дворян и в этом фильме там его дочери все показывают как что было но мы сейчас с вами не будем лирикой заниматься важно что вот александр речь поступил на математику физмат тогда назывался физико-математический факультет московского университета 1928 году но уже через год оттуда ушел ему не нравилось что в университете была такая партийная большая прослойка была очень политически активна молодежь который считал что и математик это тоже наука такая социальная что она запираться марксистской ленинской теории его это все как-то его как-то раздражал взял и ушел в общем он так и не понял стал щенкором потом но так не имел закончено образование выше стал заниматься в одном из академии улузина а лузин был великий советский математик просто абсолютно великий была целая школы и это шутливо звали лузитания там были будущие академики лаврентьев люстерни калмогоров келдыш новиков это я назвал только те кого я так знаю на памяти лузитания было много больше и вот молодой человек без высшего образования работает там с помощью лузина устроился работать математический институт имени стекло в академии наук потом началась война сорок первом году он пошел на фронт стал послуживший капитана артиллерист и вот в фильме который про него показывали было же такой значимый на мой взгляд эпизод в сорок третьем году когда его часть воевала на курской дуге он стрелял не по тем там лицам стрельбы которые раздавались в войсках и времена были такие как бы так аккуратно стукаческие на него кто-то стукнул в органы его арестовали разбирались ставили спрашивать ну почему вы стрелять не по тем таблицам которые раздали войска понимаете же магнитная аномалия форма земли такая что силопритяжение больше когда я все это проверил пересчитал и потом кгбшники не поленились сравнили статистику вижу отчет о стрельбах как среда батарея липунова как стреляли другие благодаря что батарея липунова стреляла намного намного точнее чем среди батареи тогда признали его правоту отпустили во первых из кгб во вторых эти таблицы распространили то есть это такие вещи хорошо рассказывать студентам то есть математика в самых неожиданных местах бывает полезно но вот липунова она помогла хорошо стрелять из пушек значит закончилась война он поступил в отдел программирования института математика академии наук ссср вы не забыли это 53-й год с мэсом 51 год бэсом 53 год то есть мужчина ты только-только появляешься это вот самое начало программирования было и он придумал некий операторный метод это назвать это вообще-то прообраз языков программирования то что мы сегодня с вами языками программирования подымем операторный метод придумал липунов и между прочим он читал лекции на мехмате мгу и среди его студентов был будущий академик андрей петрович вершов которого которого я лично очень хорошо знал и много с ним встречался и он часто рассказывал что именно на лекциях липунова у него впервые появился интерес программирования липунов умел так-то живо подать вкусно рассказывать о такой сухой науки как программирование он был такой очень политически активный человек все пятом году подписал письмо 300 я еще не упоминал это например академик лебедев тоже подписал это письмо тогда времена были такие лысин ковчина процветали какие-то уже науки как сейчас всякие там астрологи предсказатели черт их разберет вот примерно такое же тогда было но вокруг биологии с влиянием российской философии на рост растений и вот такой антигерой лысенко который там из-за которой в тюрьму сажались и кто не слушался еще такой я знаю там люди которых расстреляли противоречия по биологии и вот 55 году все-таки набралось довольно много активных ученых из самых разных областей не только биологи что интересно вот и они подписали письмо в цк кпсс утверждают что вот генетика то правильно наука а лысинка и дают совершенно неправильно и вообще надо следовать в науке научными путями а не марксиско-ленинскими путями поймите что в те годы это было очень большая смелость и немногие смогли на это пойти но тем не 300 человек нашлось и вот липунов был один из них вообще липунов оказался страстным проповедником кибернетики прошлый раз одно из прошлых лекций я рассказывал что принципе и меня так учили что 50-е годы было гонение на кибернетику за наук американских мракобесов опять-таки на конференции выступил товарищ ученый доктор наук исторических наук который провел довольно долго много времени в архивах и вот он просто привел статистику такой что вот собственно да кибернетика вот в арсийских философских журналах ругалась и вообще считалось такой уже наукой но не нашлось ни одного человека перерывший все архивы которые скажем арестовали за то что проповедует кибернетику нет ни одного человека который расстреляли среди генетиков таких было много то есть гонение на кибернетику было какое-то такое странное то есть с одной стороны конечно не поощрялась считалось антиобщества наука но с другой стороны фирму не сажали тем не менее даже в этих условиях вот люди которые могли взять на себя смелость и сказать что наука в общих принципах управления это правильная наука это была определенная политическая смелость и вот липунов был одним из таких ярых проповедников и он публиковался выступал нас на самых сессиях академии наук выступал в школах в вузах являлся таким большим кибернетиком большим проповедником кибернетики все первом году он переехал в академгородок в одном одним из первых около сибирского под руководством михаил лаврентия был сужен академгородок и вот это много людей уехала и он там работал что четвертом году получил ченкора я видел липунова всего один раз на году всеми втором году была конференция большая в академгородке он выступал на закрытии такой борода здоровый такой типичный сибиряк в моем представлении так должен выглядеть сибиряк хотя вообще-то коренной москвич но много лет прожил там не понимал ее современных молодых ученых мои годы теория практики ставила задачу теоретики их решали а бывало что теоретики опережают практику и дают рекомендации практик а что мы увидели на этой конференции доказательства корректности программ без вот у без присваивания кому нафиг на он сказал не нафиг ченкор старый ему все можно было прямо в огромном зале сказал кому нафиг нужны эти результаты кому нафиг нужны программы без присваивания без гауту я только год назад как кончил матмех был молодой во все глаза смотрел вот вот в то говорят великие ученые и между прочим на меня это речь которая длилась там три-четыре минуты 3-4 минуты произвела просто какое-то сильное впечатление что вот человек известный ученый известный теоретик четко определяет что чем можно чем нужно заниматься а что является просто вот наука для науки я часто это рассказываю своим студентам и хочу чтобы и люди которые занимаются историей вы знали что были такие люди как алисей древний степанов который во первых основоположник учитель первых программистов иршова потосина не только иршова учил любимские это все ученики и липунова но и был политически активно свободно говорю по-французски когда делегация французов приезжала академ городок и на липунов их водил показывал академгородок его обожали студенты школьники он был одним из учредителей математической школы в академгородке сам читал там лекции проводил много времени с детьми то есть человек который оставил очень глубокий след в нашей науке и и Продолжение следует...